Здравствуй всех, с вами Фан и вот такого вот я даже не знаю, вы наверное не поймете что это, но на самом деле это Traxxas Slash в 10 масштабе, заднеприводный я купил его в ужасном состоянии ладно, не в ужасном он на ходу, то есть колеса крутятся сам передвигается, но звуки страшные в общем-то требуют переборки хорошие, тщательно и еще вот такие люфты жесть, там втулки в рулевой, насколько я помню в общем-то да, и я надеюсь у нас получится восстановить, привести в нормальный вид и чуть-чуть покатать затестить его, но корка это просто жесть я думаю с ней получится тоже что-нибудь сделать в общем-то да, поэтому такое, я думаю, получится интересное видео ну давайте уже попробуем что-то с ним произвести и так я получил два заветных подшипника, вот они новенькие теперь можно будет собрать и оживить этот двигатель, но он как бы в печальном состоянии, но работать должен в нем много грязи подшипников там, можно сказать, родных не было они жесть как люфтили и сейчас поставим вот эти вот новые все будет отлично, будет как новый движок крутиться, вращаться, валить и можно будет начать уже сборку нашего в общем-то я заменил подшипники в двигателе, теперь вот стоят новенькие, блестят, также я поставил недостающий болтик, нашел вот такой какой-то удивительный, он подошел нормально вообще, вот там резьба просто очень мелкая, сейчас думаю надо будет еще заклеить, вот здесь было видно заклеено, ну надо заклеить этот подшипник чтобы в него ничего не попало, вот теперь двигатель тихо работает, не шумит, не люфтит вот, все нормально, как бы да тут вмятина есть, но она по сути ни на что не влияет, вот и можно уже дальше приступать к сборке слэша и хочется уже выкатить, посмотреть как же едет этот заднеприводный монстр ну точнее шорткорс немного отмыл модель, уже выглядит получше, но опять же в ней еще много предстоит устранить люфтов например вот C-Hub как бы это показать он просто болтается там сейчас и тяги рулевые, я не знаю это жесть, там от шара просто ничего не осталось я не знаю, как это искатать до такой степени шаровые вот, сейчас еще останется заглянуть в коробку и можно будет уже все нормально собрать и выезжать уже на нормальной обслуженной шаське в целом в редукторе, в коробке все норм смазку заменить и подшипники живые, даже менять не надо и можно ехать настало время затестить нашего слэша я уже немного катнул на нем короче, выворота не хватает я не понял, в чем прикол как бы у сервы есть куда подвинуться но вот я с пульта максимум выставил так я не понял, почему у меня, короче, еще один приемник был возможно, дело в нем но по сути вы видите, что когда тачка в угле она сама подруливает и за счет этого она реально едет вот, она прямо едет я капец как удивился и это опять же особенности конструкции заднеприводных тачек то, что у них я даже не знаю, как это называется ну, тут и кастер, и все, что хочется угол атаки, короче, передней подвески мы видим, как рычаги завалены вот, и все это как раз таки для этого делается чтобы модель адекватно ехала соответственно, же задний привод он более склонен к заносам и для компенсации этого делается такая подвеска я понял, что это работает так и опять же, несмотря на все количество люфтов которые содержат в себе эта подвеска она... ну, вы видите, он едет прямо ну, то есть, реально, я не понимаю, как то есть, по моим прикидкам с такими люфтами тачка должна ехать была бы вот так и вообще прямо не разгоняться у меня рыболет, в котором не было почти люфтов когда я разгонялся, его начинало кидать со стороны в сторону и в итоге он убирался в бордюр а тут внезапно, да все-таки инженеры Traxxas и можно даже пятака дать на заднем труде, я сейчас напоминаю ну, да, у меня резина не зацепистая и, опять же, не хватает выворота, где надо докрутить но, тем не менее, смотрите, на нем можно адекватно ездить ну, если еще особенно привыкнуть вот, и давайте не будем обращать внимание на то, что корка здесь на то... в целом, короче, на нее представьте, что это просто нормальная корка поскольку, ну... я не знаю, под чем были ProLine, когда делали это и под какие колеса они это делали но, в целом, это выглядит жесть на этом случае возможно, на каких-то других тачках с другими колесами это выглядит лучше но, опять же, смотрите переходим к тачке едет чем нравится задний привод? можно им более... хотя, не знаю на полном, по сути, можно так же делать а здесь тормоз работает как ручник и можно боком проходить повороты постановка с ручника, корректировка все это вам доступно вот, разворот это все делается намного проще, чем на полном хотя на полном и на саммите у меня не возникает тоже проблем с раскачки развернуть шась а здесь можно катаковку крутить, например типа поиграть в дрифт, так скажем и, опять же, к моему удивлению шась едет достаточно стабильно то есть, я думаю, будет хуже скажу честно ну, еще и по внешнему виду я думаю, будет хуже но нет, смотрите да, если бы я еще в камеру не посмотрел потом, хоп на тормозе развернулись да, реально, можно вот сейчас разогнаться тормоз это все ручник хопа это реально весело я не знаю это кайф и в связи с этим короче, скоро будет видос про еще одну заднеприводную тачку которая ко мне едет смотрите, как можно вы видели я не знаю, видели вы или нет можно просто так по кайфу в повороты залетать и именно этим полный привод ой, задний привод отличается от полного потому что на полном вы можете разогнаться тачку боком кинуть и под газом залететь здесь же вы учитесь работать именно с газом и с газом и с рулем поскольку ну, тупо нажать газ вас развернет поэтому, ну, я не знаю у меня не всегда получится вот, видите, да опять же, надо правильно зайти под правильной траекторией под правильной скоростью чтобы это все сошлось разворачиваться-то я уже давно умею а здесь, хопа короче, реально задний привод требует большего скилла и от этого он веселее поскольку ну, на полном приводе допустим, мне уже скучно становится поскольку ну, что на полном приводе вот, сейчас нормально зашел на полном приводе я тапку с места нажал у меня 6 там едет ускоряется ну, да, ее можно снести ну, просто подкорректировал а здесь ну, сейчас перегазовал хотя здесь тоже опять же, смотрим сейчас с места будет тапка в пол ну, да вот сейчас это я не вмешивался ее сейчас начало уводить в сторону если я попробую повторить то же самое но с подруливанием так, гироскопы у меня выключены то, смотрите пробую то же самое но подруливать вот, я подкорректировал тачку поймал и она уехала вперед да, конечно, ее болтает но все-таки тачка не идеальная но в целом от этого только веселее и опять же если тормоз копа короче, блин это веселье сплошное задний привод и вот для таких условий он он годится реально можно и зимой но зимой уже более тщательно нужно подбирать резину если здесь я на полулысый могу что-то показать то зимой такое не прокатит там вообще надо очень чтобы мягкая была и короче, да и тогда вы поймаете зацеп а здесь два три ну, на старте примерно одинаково а потом типа максималки ой я что-то о почти парный получился если бы я еще погнали догоняй а выворота вот и говорю не хватает он вообще не поворачивает опять погнали ай да куда выворот делся так давай ты первый да погнали ну да ну почти ой вот сейчас развернулось давай тапок в пол ну давай короче вот реально оттуда не-не-не так же едем просто после того поворота здесь тапок в пол выжимаем ну чисто для красоты а если поменять может нам направо легче будет давай попробуем а вот оттуда как раз тапок в пол да главное не в то дерево и не в тот стол да погнали пытаюсь догнать а нет тормози ой развернуло ну ладно погнали давай тапок в пол вот да там еще стол погнали оттормозился вот постоянно там капец давай погнали ну ты конечно за счет резины нормально уходишь потому что да не у тебя ну что давай опять ты тогда первый вот там просто заранее надо тормозить ой сейчас наконец-то получилось ну вообще потратил ну я просто вот газ в пол нажимаю он как будто вообще не разгоняется так давай теперь я давай оттормозились да классика да меня из-за того что у меня нет выворота меня закидывает и я не могу ничего так что погнали тормоз нормально бортом я видел кто был неправ я тебе точно говорю вот это белая белая не права ну я это подстава это это была подстава в общем-то подводя итоги я хочу сказать что заднеприводный слэш оказался действительно неплохой и веселой тачкой изначально я почему-то думал что он будет ужасно ехать то есть его надо будет постоянно отлавливать он не будет держать дорогу и все такое но к моему удивлению он оказался весьма стабилен и вполне адекватно управляется поскольку ну опять же выворота хватает как бы задний привод особенность подвески такова что вот у нас хороший выворот есть и кастер и за счет этого то есть реально его вполне можно поймать тем более сервис стоит здесь неплохая достаточно быстро и его вполне удобно если работать еще газом при этом вполне можно отловить и ехать нормально в принципе сам по себе несмотря на то что в нем вот есть люфты он на удивление он едет прямо то есть вот даже просто если руль отпустить и вот он едет именно прямо я не знаю это магия инженеров траксос видимо они все-таки не зря едят свой хлеб что тачка едет прямо но конечно у этой тачки есть слабые места например я к этому бы отнес коробку поскольку в ней мелкий как бы шаг мелкие зубья мелкий шаг зубь в общем-то она здесь на мой взгляд ну слабенькая относительно если на 2С катать по сути все нормально будет на 3С вот уже могут возникать вопросы ну привода понятно у траксос пластика это расходник чаще чем у других вот а так если допустим ну я вот сравниваю просто эту коробку с блицом в блице я как бы разбирал коробку ну или файр шторм вот я там разбирал коробку там нормальные добротные шерсти нормального размера и дифференциал там тоже нормальный а не здесь вот этот вот на как вам сказать я даже не знаю как он называется типа не планетарный в общем-то там то что сателлиты в общем дифференциал здесь не как на обычных шайсках а сделан по-другому и за счет этого ну не знаю такое решение я бы не сказал что оно какое-то супернадежное поскольку дифференциал тоже особо не хвастается не славится своей надежностью мне больше привычнее обычный дифференциал с коническими шестернями а не здесь с цилиндрическими в общем-то да что еще ну она оказалась достаточно прочной ну то есть за покатушку ничего не сломалось вот я конечно не хотел ломать но думал мало ли все-таки спереди он выглядит немного хрупким вот это вот все ну потому что это еще исток вот и я думал ну мало ли что-нибудь цехап или рычаг но нет все как бы держится ничего не сломалось да опять же говорю есть недостатки вот такая у него прикольная конструкция но по сути я вот так вот это вот да я так подумал для новичка как бы это нормальная тачка чтобы узнать что такое задний привод в целом узнать что такое тачка радиоуправляемая вот слэш но все-таки народная модель популярная и да как бы он заслужил свою популярность все-таки не так уж он плох как я думал вполне учитывая что у меня еще лысая резина я даже так его отлавливал и ехал то есть еще на нормальной резине он поедет только в путь отлично просто будет наваливать поэтому спасибо что смотрели это видео с вами был Ян Фан вот такое у нас видео про слэш получилось пишите свое мнение по этому поводу у кого-то они ломаются каждую покатушку кто-то кто более спокойно видимо катает они у них живут поэтому да вот так вот еще раз спасибо что смотрели это видео всем удачи всем пока и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok